Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Хорошее настроение» И нас сейчас ждет еще один сюрприз У нас в студии уже появился настоящий ученый Это руководитель проектов по нанотехнологиям и робототехники венчурного фонда ВПК Виктор Щербатский Доброе утро, Виктор Борисович Да, Светианна Мне очень приятно, что я сижу с настоящим ученым, да еще который способен сделать сенсационное открытие Что, собственно говоря, вы и сделаете, я надеюсь, сегодня Ну стараюсь, да, есть такое Для наших телезрителей Но для начала просто объясните, что же это такое нанотехнологии, робототехника Звучит как-то, знаете, волшебно Вот у вас на столе компьютер, так? Так Нанотехнологии – это робот, который вы подключаете к компьютеру, так? На главиатуре набираете ему задание изготовить какое-нибудь вещество Этот робот изготавливает это вещество Например, вы захотели сделать лестницу в космосе, чтобы наши космонавты туда добирались Пожалуйста, вам такой робот сделает такую прочную очень лестницу Потрясающе! Вот это да, то есть я непосредственно имею возможность соприкоснуться вот с этим достижением Да, большие фантазии нанотехнология будет реализовывать Это будущее Отлично! Но тема ваших работ – это сверхпроводники Тоже звучит потрясающе Что же это такое? Расскажите немножко Сверхпроводники были открыты сто лет назад Практически знаменитым физиком голландским Камерлинг Онисом И сразу же захотели сделать такой проводник при комнатной температуре Потому что Камерлинг Онис получил сверхпроводник при очень низкой температуре И вот сто лет прошло, и такой проводник не могли сделать И вот задача нашего фонда была наконец, чтобы такой проводник спроектировать и получить изделие Вот что из этого получилось, мы узнаем сразу после вашей визитки Щербатский Виктор Борисович Научный руководитель проектов по нанотехнологиям и робототехники Венчурного фонда ВПК Кандидат технических наук, доцент УГТУП Автор более ста научных трудов Имеет три изобретения в области измерительной техники Два патента на компьютерные программы Область научных интересов Нейронные сети Искусственный интеллект Нанотехнологии И сверхпроводимость Электроника Хобби Любит работать на садовом участке Итак, мы продолжаем разговаривать с Виктором Борисовичем Щербатским Как вы можете объяснить явление сверхпроводимости? Это очень уникальное явление Мы его объясняем следующим образом Ну известно, что электрический ток Это направленное движение электронов В своем проекте мы определили Что электроны имеют не только электрический заряд Но имеют еще цветовой заряд Они могут быть черные и белые Противоположные электроны притягиваются И они образуют новую неизвестную частицу Которую мы назвали мультиэлектрон Мультиэлектрон вращается И передвигается, путешествуя по кристаллу Как и лав Вот это свойство приводит к тому Что мультиэлектрон, передвигаясь Находит место, где ему ничего не мешает Эта зона называется зоной сверхпроводимости Если теперь проводнику приложить электрическое напряжение То возникнет силовое поле Эти электроны передвигают в определенном направлении Без помех Таким образом возникает сверхпроводимость Самое главное в нашей работе Было определить условия При которых имеет место этот эффект Так В итоге мы получили Что сверхпроводник можно изготовить В виде сэндвича Имея ввиду, что слой металла Дальше слой изолятора Дальше слой опять металл Вот такой проводник к нами был изготовлен Он работает при комнатной температуре Хорошо, что он работает при комнатной температуре Но мне все равно ничего не понятно Как это можно применить в жизни И что это нам даст? Ну, прежде всего Я больше всего, конечно, специалист по электронике Итак, если мы изготовим сверхпроводники То в первую очередь Это повлияет на огромную чувствительность И экономичность вашей аппаратуры Я надеюсь, что ОТВ будет вещать Не только на Уральский регион Но и на весь земной шар И на дальний космос Потрясающе У меня тоже есть такая надежда И вот мы можем прямо сейчас начать это делать И рассказать зрителям о том Что же все-таки такое сверхпроводники Сверхпроводники И в этом нам поможет наш следующий сюжет Сверхпроводимость Это свойство некоторых материалов Обладать строго нулевым электрическим сопротивлением Явление сверхпроводимости Используется для получения сильных магнитных полей Такое явление могло бы послужить не только науке Но и изменить нашу жизнь Если бы сверхпроводимость Не была возможной только при низких температурах Создание сверхпроводников Работающих при комнатной температуре Это достойная задача для ученых Доброе утро еще раз, дорогие друзья В эфире «Хорошее настроение» Мы сегодня говорим о сверхпроводниках И не только об этом Какую новую теорию предлагаете вы? Ну, наша теория заключается в том Что мы изобрели метод расчета этих сверхпроводников Наша работа комплексная То есть мы не только можем изготовить Мы можем рассчитать все основные характеристики Этих сверхпроводников В результате наука предлагает технологию Определенную для реализации сверхпроводимости Которая может быть реализована на современном производстве Может быть реализована А вообще как-то пробовали это сделать? На практике? Конечно, мы сотрудничаем с Воронежским институтом электронной техники Который реализовал нашу теорию То есть они изготовили такой сверхпроводник Ну и, наверное, скоро его привезут в Екатеринбург Как мы его сможем в жизнь внедрить? И как вообще они способны будут изменить обычную жизнь? Да, жизнь наша изменится Ваши сотовые телефоны превращаться в такие маленькие, меньше часов устройства Компьютеры перестанут потреблять энергию Память их будет бесконечна Будут нейронные роботы Ничего себе А телефон можно будет так и не вытаскивать из духа В общем Провода все отменяются Ну, естественно, нам не нужно будет никакого нефти, газа Так, возможно, натомной энергии Батарейки со сверхпроводимостью И они будут обладать большой потенциальной энергией Так, практически вечной Вы можете отапливать жилища Так, использовать в электроавтомобилях и ездить в них Ну, я думаю, что все очень скоро это будет реализовано Потрясающе! Друзья, вы чувствуете, что мы сейчас становимся с вами свидетелями Действительно уникального вообще открытия, которое повлияет на нашу жизнь Ну что ж, Виктор Борисович, я благодарю вас за интересную беседу Было действительно очень увлекательно И много интересного я для себя узнала Но ученые у нас есть Не только которые занимаются сверхпроводниками Но и выращивают очень вкусные яблоки Прямо о них сейчас и узнаем Спасибо! 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 Спасибо!